Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у меня для вас замечательный десерт. Творожная запеканка. Нежная, сочная, ароматная. Она легкая, как облачко. Так, начнем. Не будем отвлекаться. Так, смотрите, здесь у меня. Сразу загружаем все в одну емкость. А здесь два белка у нас. Здесь 250 грамм творога. Два желтка, два белка. Здесь я взбила с добавлением 20 грамм сахара. 10 грамм ванильного сахара. 20 грамм кукурузного крахмала. И 50 грамм жирных сливок. Все это у меня здесь. Сейчас мы это все измельчим. Так как у меня мой любимый творожный сыр из кефира, поэтому масса очень быстро взбилась. Если у вас творог, тогда надо немножко дольше взбивать, чтобы масса была вот такая красивая, однородная. Посмотрите, вы знаете, кто уже знает все мои рецепты. Творожный сыр из кефира. Это мой любимый. Вот так. Сейчас мы уберем нужное. Посмотрите, как это все быстро. Здесь два белка. 30 грамм сахара здесь. 20 грамм сахара здесь. Теперь постепенно, очень аккуратно, но быстро вводим белки. Духовка у нас уже греется. 170 градусов. Время зависит от формы, в которую вы будете заливать вашу запеканку. Если форма плоская, значит меньшее количество ремени. Но сегодня у меня захотелось посмотреть, у меня с пасхи остались вот такие формочки. Я хочу мою запеканку залить в эти формочки. Если у вас будет, например, вот такая, надо будет застелить пергамент, тогда время регулируйте сами. Такие высокие я буду выпекать минут 30-35. Теперь перекладываем. Удобнее это показать. Оставляем место, так как во время выпечки запеканка будет подниматься. И ставим в духовку. Нежная она, не сильно сладкая. Но мы сейчас с вами добавим ягоды. Добавляйте свои любимые. У меня это вишня без косточек и лесные карпатские ягоды. Обычно я запеканку выпекаю на водяной бане. Но сегодня мне захотелось просто проэкспериментировать и выпечь без водяной бани, а просто в духовке. Духовки. Все, ставим. Давайте попробуем поставить сюда. Войдут наши формочки? Вот так. Нет, не войдет. Ладно, вот так будем. И ставим в духовку. Но все знают, что кухня у меня волшебная. Поэтому вот наша красавица. Нежная, сочная. Вы посмотрите, какая она нежная. Хотя эту я делала из творога. В виде эксперимента. Видите, все равно видно, что это зернистость творога. С творожного сыра, вот это, будет намного нежнее и ароматнее. Посмотрите, какая она вкусная. Даже с творога, посмотрите, какая она нежная. Не забывайте подписываться на мой канал. Я всех жду у меня в гостях и в друзьях. Посмотрите. Видите, как она размазывается. Это из творога. Она просто нереальная. Всем пока. Приятного аппетита. Жду вас у меня в гостях.